Привет молодым и тем, кто жмет руку после боя! С вами первая хоккейная передача, которая сэкономит вам время пребывания в интернете и при этом расскажет обо всех самых главных новостях из мира МХЛ в социальных сетях. На прошедших выходных прогремел матч звезд КХЛ в Казани. Наш специальный корреспондент побывал в Казани и пообщался с молодыми участниками матча звезд. Ты проиграл, конечно. Оправдайся перед тем, кто нас смотрит. Ну, вообще, да. В России. Мы на мазейке за Рипа пограем вчера. Четвертый место будет. Занесли, да, значит? Ну, конечно. Люше словно даем. Мы, правда, ничего пока не не знаем. С Калликом будет, вроде как в аэропорте. Вот, например, я был у Антохи, он четвертым местом занял. Блин, ну, Антоха молодец. Я на самом деле видел, как он играл. Он молодчик. Естественно, я вообще очень рад, что он сюда попал. Правда. А так, что скажу, да не знаю. Есть какие-то эмоции такие притупленные, потому что не могу еще вообще осознать, что произошло. И вроде уже завтра играть, а с другой стороны вот только что такое событие произошло. И поэтому так, конечно, внутри кипит все. Сильно расслабился вообще? Или ты, наоборот, в напряжении? Ну, я думаю, что у меня такой короткий срок был. Я не успел расслабиться и сейчас звонячь его. Илюха, например, Михеев сказал, что очень рад, что ты за их команду играть. Потому что я искал, как молодой, какой молодой, больше миллиардов. Ну, да, я уже слушал этот шутбол по поводу того, что я старше полкоманды выгляжу. Ну, так, как, чтобы сама получилась. Секрет, я не виноват. Секрет ты у этого, как ее, лук списывал у этого Брюса Улиса? Нет, я сейчас на Витязи мне вызвался в Хазилер в меня назвал. Из-за всей тяжки. Сказал, похож, очки одеть еще и вообще. А, я понял. Ну, как бы я, ты можешь, не похож, но у Брюса голова похожа. Понятно. Ну, неплохо уже. Всем спасибо, все, кто смотрел, все, кто поддерживал. Не забывайте смотреть передачу, потому что, как правило, ставить лайки и подписываться. Звездным выходным, как и всем остальным, приходит время заканчиваться. Поэтому переходим к суровым будням. Хорош, забери Макса Унирова, он себе всю бошку разобьет. Забери, мне говорят. Иди, поставь его на место. Все, свет погаснулся. Ведущий канала Авангард ТВ Сергей Калмогоров посетил родной Омск и, естественно, заглянул к омским ястребам. На интервью с ним согласились всего трое. Ну все, три нормальные. Двое из них братья-баданины. Ага, вот эти ребята. В одном из интервью ребят спрашивали, чего бы вы никогда не сделали. Никогда бы наголо не подстриглись. Никогда не говори никогда. У меня есть эта возможность показать вам, как бы это выглядело. Я понял, но есть. Слава богу. Желание не появилось? Нет. Ого. Брат мне ноги, фак мой мозг. Классный хайр, парни. Кстати, вы теперь знаете, как выглядит армия. А это плюс сто пятьсот к спортивной мотивации. Третьим был наш старый знакомый Матвей Заседа. И судя по следующему интервью, у него есть родной брат. Но обо всем по порядку. А кто тебе придумал? Заза это кто? Боб. Боб. Это так смешно было. Мы на игру выходим. Камон, 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 Заза. Все такие на меня. Все, теперь ты Заза. А как тебя зовут? Бака. Очень рад. Ну здравствуй, брат. Брат. Заза и Бака. Заза и Бака. Заза и Бака. Заза и Бака. Бака. Если вы смотрите этот выпуск, то скорее пишите в клуб «Омские ястребы». Ваш брат-хоккеист сейчас играет в молодежной хоккейной лиге. А вы знаете, то, что выбрать вратаря на игру, это еще далеко не все. Мало того, что вы должны знать, кто будет тащить вашу команду на льду, так и определиться с тем, кто будет спасать партнеров на скамейке запасных. Шикарный сейф, который достоин попадания в топ-10 недели. Ставьте только правильные хэштеги, смотрите нас и следите за будущими звездами мирового хоккея, чтобы потом было что вспомнить. И пусть у вас будет все хоккей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok